Который может именно подсоединиться к информационному полю, либо человека, либо к какому-то месту, чтобы вот это вот отсканировать. Но с другой стороны, смотри, Паш, у тебя есть определенное представление об этом человеке, то есть ты знаешь, как он выглядит, как он разговаривает, и когда ты наберешь и становишься на его место, то есть ты, по сути, с одной стороны видишь себя, с другой стороны. То есть то, как ты представляешься другим людям, но не всегда это может быть правда. Ты, может быть, думаешь, что человек, это бывает очень часто, то есть, например, ты с кем-то поговорил, у вас, может быть, даже какой-то конфликт вышел, и ты начинаешь думать за него. И часто мы эти мысли навязываем себе. И когда в технике ты становишься на его место, ты видишь себя со стороны. Я когда прорабатывал, я видел себя и маленьким мальчиком, и агрессивным каким-то, и забившимся. Но по факту ты такой думаешь, блин, а почему так? То есть это то, как меня видят другие, то есть как подсознательно я показываю себя. Вот в таком плане. Мы этого не замечаем, пока на себя со стороны не посмотрим. Гадецкий об этом говорил, что нужно обязательно смотреть на себя со стороны. То есть если ты не смотришь на себя со стороны, ты не можешь понять. И взгляд со стороны – это проявление нашего разума, именно разума. То есть если сильный разум, ты можешь себя очень хорошо видеть со стороны. То есть представлять, как, например, твое тонкое тело чуть назад уходит, и ты смотришь на себя со спины. И ты осознаешь, что ты, например, здесь сидишь, в этом пространстве. Вот в таком плане. И это очень хорошо. Но это тоже какая-то техника, что ли, чтобы увидеть себя со стороны? Это просто развитие разума. Ну то есть ты вот просто сидишь. Нет, я не говорю, что ты прям выходишь из тела и смотришь на себя. Такое есть. Но я говорю о том, что ты, например, сидишь, но ты сконцентрирован так, что ты ощущаешь, что как будто ты можешь на себя сзади посмотреть. Ощущение именно в пространстве, в этом плане. У меня так часто бывает, например, в медитации. То есть когда сидишь, повторяешься ты именно, то есть у тебя получается, ты свое сознание можешь в любую часть тела переместить. И ты когда слышишь этот звук, а на самом деле ты, например, в груди находишься, и ты ощущаешь этот звук, понимаешь, что, ну, вроде руки лежат. А ты двигаешься, ну, внутренне. И это очень круто. Спасибо. Конечно, тоже такое будет сто процентов. Ну вот, Павел, смотрите, Денис сейчас рассказывает, собственно, как этим пользоваться, да? То есть как это работает. Но нужно понять именно глубину, то есть механизм, почему это так происходит. Вот то, что он говорит в медитации, это реально, это ему не кажется. То есть это действительно вот в том состоянии вот измененного сознания, да, появляется возможность выхода из тела. Ну, не в прямом смысле, когда душа выходит там из тела и в астралы, и потерялась. Нет. А именно у нас же много слоев, много слоев тел, да, там, ментальное, ментальное, там, фандомное и прочее, прочее, прочее. Да, да. Реально мы выходим. И вот то, что он вначале начал говорить, что вы знаете этого человека. Но ведь иногда мы можем прорабатывать ситуации, когда мы не знаем этого человека. И вот это как раз-таки подтверждение, что мы не знаем человека, но мы видим и понимаем, как он на нас отреагирует. Например, ко мне несколько человек обращалось, они боялись сдавать экзамены, то есть перед приемной комиссией. У них такой был вот страх, мандраж. И они только видели на фотографии, я говорю, у вас есть фотография вот этого директора приемной комиссии или организатора приемной комиссии, да? Вот они на него смотрели, мне показывали. И потом они погружались, когда они описывали его характер, манеру разговора. Как он говорит, медленная речь, быстрая речь, задают вопросы, как он будет чувствовать. То есть мы эту ситуацию как бы программировали на будущее. И потом я им сказала, обязательно мне потом отзвонитесь и расскажите, насколько совпало. Потому что мы же не можем знать по фотографии, как себя человек вот в звуке ведет. Может, он заикается, да, может быть, он тараторит, может быть, он медленный. Понимаете, да, о чем я говорю? Да, да. И вот то, что они увидели в Мокше, в проработке, все сошлось. Это о чем говорит? То, что мы реально подсоединяемся именно к тонкому плану. Что это не выдумки, не фантазия. Именно вот через такие проверки. Даже вот с женой Дениса, когда мы работали, она видела моменты его детства. Откуда она могла это видеть? Да, Денис? Красная ведерочка. То есть я ей говорю, мы с ней делали регрессию, я ей говорю, слетай в детство Дениса. И посмотри, чем он занимается там в 5 лет. Она вообще же рядом с ним не была в этом возрасте. И она увидела, как он там красная ведерочка играется, описала, как выглядит кухня его мамы, как мама. То есть строение дома, в котором они жили. Потом эта вся информация подтвердилась. То есть это о чем говорит? То, что человек может именно ко вселенскому информационному полю подсоединяться. Наш разум. Вот то, что Денис говорит, разум, развитие разума. То есть это, ну, я говорю, часто повторяю. Можно считать, что это мистика, можно считать, что это фантастика, но это реально работает. Потому что, ну, главное это осознанно делать. То есть вот стараться в начале сессии именно визуализировать, что вы подключаете вот этот информационный канал. И это все будет работать очень четко. То есть Древс даже этого не дает. Но я вам говорю, если вы будете вот так вот работать, это будет даже еще более точная, четкая работа. Ну вот, когда мы понимаем, что именно мы вот этот канал информационный подключаем. Понятно. Спасибо. Игорь, у вас есть какие-то вопросы, Марка? Ну, таких вот каких-то горящих нет, наверное. Ну, единственное, что, честно говоря, у меня до сих пор вот какой-то момент остается, как будто бы я из себя все-таки, не знаю, выдавливаю какие-то там вот проблемы. То есть вот они не лежат наверху. Я не знаю, то ли мне какая-то, может быть, другая техника, я не знаю, честно говоря. Ну, как будто бы я потом это осмысливаю и понимаю, что, ну, это не безумно как-то вот, какая-то не безумная проблема, то есть как-то я вот там, не знаю, могу решить каким-то образом иным, может быть. То есть, ну, не знаю, может это пока как-то вот, может быть, в дальнейшем это придет. Пока так. Не, ну, просто у вас, мы с ним уже разговаривали, получается, что жизнь спокойная, размеренная. То есть, Владимир про это говорил, что не у всех будут прям резкие огромные сдвиги, потому что, ну, кто-то находится на уровне стабильности, и все хорошо идет. Вот, а у кого-то прям очень сложная жизненная ситуация. Не хватает ни денег, ни денег. Тут согласен, да, согласен. У них сильный сдвиг идет. Эта техника в любом случае вам в будущем поможет. То есть, если вы там будете, может быть, на публику выступать, у вас возникнет какой-то страх, а вам нужно будет. То есть, жизнь, она всем нам преподносит на разные испытания. И это проходило, то есть, мне, я говорю, я уже что, с вами там? Вот. Причем я, ну, так вот себя ловлю на том, что я пытаюсь себя из зоны комфорта выводить. Ну, вот специально это делаю. Ну, какой-то тоже тренинг своего рода. Конечно. Зона комфорта, она очень сильно расслабляет. Затягивает, да, да, расслабляет. Да, да, да. Когда Владимир тоже рассказывал, он говорит, почему в Германии тяжелее проводить семинары, тренинги, вообще обучать в определенном смысле, потому что они там получают достаточно, и им ничего не надо. Ну, то есть... Ну, комфорт, вот он, комфорт. Да, они в материи получают все, что им надо, по сути. У них есть какие-то проблемы, но их сильно как-то это не волнует, потому что есть деньги. Вот в таком плане. Поэтому зона комфорта, она не дает развиваться. И постоянно, когда борешься сам с собой, это очень круто. Да, 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 вот это прикольно, да, согласен. Ну, то есть вы пробовали в этой технике прорабатывать что-то, да? Или вообще нет? В Мокше? Да. Да, конечно, я работал с ребятами, работал, да, да. Угу. Вот с Павлом работали мы. Вам, может быть, если у вас, ну, если вы чувствуете, что у вас все хорошо, все прекрасно, вам, может быть, есть смысл кому-то помогать? Кому-то. А, вот такой момент еще. Когда, я не знаю, не помню, писал или нет, то есть после того, как я веду, вот после этого, вот я реально потом такой пустой барабан глазами, что называется, то есть вот выхлестывает просто, я не знаю, у меня такое ощущение, что вот реально барабан просто, внутри меня ничего нет. Игорь, а вы сильно вкладываетесь в саму технику? Ну, то есть вы принимаете все переживания? Ну, то есть вот вы ведете человека, к примеру, и вы очень близко к сердцу принимаете это и хотите результат, или как? Ну, я вот об этом думал, да. Да, ну, а как, тут либо какой-то барьер ставить, да, ну, я уж не знаю, но это кто-то занимается профессионально, видимо, этим, допустим, они, у них какие-то барьеры, я так предполагаю. Ну, это разумно. Игорь, смотрите, я вас сейчас научу, это может любой человек делать. То есть перед работой, да, перед работой, я не знаю, слышали вы, нет, вот Древс всегда говорил, что вы просите Бога, что Господь, я вот всего лишь проводник твоей энергии, да, то есть вы не свою энергию отдаете, а вы являетесь проводником, то есть вы посредник. Сверху энергия идет, проходит через вас в виде слов, вы говорите. Ну, про отвертку вариантов. Да, да, но еще есть такая фишка у любых экстрасенсов, у любых там, кто работает именно вот с тонкими вещами, а мы это именно тонкая энергия. То есть вы ставите перед собой некую защиту, то есть вы когда начинаете работать, вы представьте, что вы, например, находитесь в некой такой раковине. Вот моллюск, представляете, захлопывает. Да, я понял, о чем я ищу, да, 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 капсула такая. Вы поставьте перед собой некую такую стену прозрачную, прям визуализируйте и говорите, что ко мне вот в мой, или в шаре вы сидите, или в некой вы такой емкости сидите, то есть ко мне эта энергия заходит, через меня проходит, но я свою не теряю. То есть вам нужно четко поставить вот это вот именно мыслеформой, такое намерение выразить и просто сравнить разницу. Например, я когда регрессию провожу, я в некоторый момент я просто засыпаю, понимаете, то есть если я забываю вот такую защиту поставить, хоть у меня очень много энергии, просто гипер, но она сливается. Но это мы же не все можем видеть, да, то есть вот эти энергетические потоки мы не можем видеть, поэтому вы ставите такой блок, защиту, и это реально будет работать четко. Попробую. Да, да, это я вам прям гарантирую, что вы увидите разницу. Я понимаю, да, что что-то такое нужно, я вот это вот называю блоками, да, то есть надо понимать, как себя вести правильно. В идеале, чтобы вы некую такую сферу замкнутую представили перед работой, и вы в ней, то есть вы себя ставите под защиту. Иван, а у вас как дела? Прорабатывали вы? Всем, да, добрый день. Нет, я еще пока не прорабатывал, у меня сегодня я договорился на три часа. У меня такой, ну, как барьер, страх с людьми проработать. Вот, я сам посмотрел, ну, страх, непонимание, что ли, вот это что-то новое, оно тормозит. Это у всех такое, ну, у всех много встречается, особенно если в детстве вам родители руками били, ну, образно говоря, что вы что-то хотели начать, они говорят, не трогай, не лезь, вот, и это с детства все остается. Его тоже можно будет проработать в этом плане. То есть полностью открыться человеку, который вас будет вести, достать это все, и страх уйдет. Прямо без проблем. Самое главное, это начать. Когда начинаешь, все остальное идет уже по течению. А другие, может быть, какие-то у вас вопросы возникли по прошедшим урокам? Нет, по прошедшим, ну, я проработал отца, но из детства, но не так много у меня такой отрицательный. У нас, в принципе, отношения были хорошие с родителями. Ну, я не почувствовал такого, ну, как Владимир говорил, большого. У кого-то там взрыв происходит, у меня такого нет. Ну, да, потому что бывает прям у людей очень-очень сильно напряженные отношения с родителями. И когда они вот это вот высвобождают, вот эту внутреннюю энергию, им намного-намного становится легче. Прям у них и слезы текут, и дрожь по телу даже. То есть вот такое вот даже бывает. Ну, и плюс у меня родители уже покинули тела, поэтому мне такого нету чувства. То есть вы полностью их, может быть, за то, что винили, их полностью простили и чувствуете к ним только благостные качества? Да, и с матерью мы перед смертью так поговорили, вот, поэтому у меня чувства нет. Прекрасно. Ну, тогда, смолкшая, лучше всего тогда он будет работать со страхами. Если у вас есть вот этот страх, что начать что-то новое, он же, в принципе, по всей жизни ведет. Ну, да, есть. Можете с ним как раз и поработать. Этот как раз и было. Есть, вот, поэтому так затянулся еще. Ну, что, самое главное начать. Это поставьте себе цель, что вот сегодня все сделаю и все. Дойду до конца. Вот именно сегодня дойду до конца. Дойдете, станет легче, и остальные начинания пойдут по-моему. Ну, вот я и поставил на сегодня. Вообще, молодец, Ром. Артем. Можно вопрос к чему? Конечно. Вот просто, ага, а можно ли, ну, точнее, наверное, можно, но правильно ли, скажем так, моксу прорабатывать именно по отношению к умершим людям? Ай, смотрите, Игорь, они же оставили отпечатки. Там же визуализируют, например, да, этого человека и так далее. То есть вот настолько это вообще верно или просто какие-то письма, можно говорить, ну, это правильно, неправильно? Можно и с ушедшими из жизни людей. В плане того, что они же оставили в вас отпечатки, в вас эмоции. Эти эмоции находятся не в них в данный момент, а в вас. И чтобы их освободить, нужно их достать. Когда их достаешь, приходит освобождение. Моксу как и переводится, это же освобождение. Вот, и поэтому нет ничего в этом такого, чтобы с умершими людьми это поработать. Ну, для кого-то, может быть, какой-то барьер, вот, надо же перейти, скажем так, смотреть на себя со стороны, то есть нужно перейти в этого человека, да, а человека уже нет. То есть вот, кого-то может быть таким. Но это еще зависит от того, какой эмоциональный фон остался у человека по отношению к умершим. Может быть, он не до конца вообще готов с ними сдавать. У меня были люди, которые не готовы были. То есть они начинают, им плохо становится, они закрывают. Они сами не готовы. То есть нужно, должно пройти время. Они должны осознанно к этому подойти, понять, что они устали, и им нужно убрать это изнутри, вот эту боль, страдания. И тогда они идут спокойно на контакт. То есть, значит, время просто не пришло. Вот как мы уже с Юлей говорили о том, что, барьер, не нужно думать о том, что я сейчас буду что-то делать. Делает Господь, не мы. То есть Он, по сути, освободит человека. Мы просто как инструмент. А когда мы надеемся, когда мы уже представляем, как мы Ему помогли и как все будет хорошо, Он нам покажет обратное. То есть Он говорит, ну, не ты контролируешь. Это первое надо понять. Нам Моих Теуэль сказал Владимир, что мы не контролируем. Контролируем здесь только один. Это Бог. Поэтому только в таком плане. Хорошо, спасибо. И еще смотрите, я хочу добавить. То есть немножко неверно говорить, что мы переходим в умершего. Ну, это я так, наверное, да. Мы переходим ведь не в тело умершего. В буквальном смысле мы всего лишь подсоединяемся к информации. То есть мы считываем информацию. То есть представляем, что некий такой архив с полками, на полочках папочки. И в папочках есть информация. То есть, грубо говоря, мы к информационному полю подсоединяемся человека. Это не в буквальном смысле, что вы прям внутрь какого-то тела входите. Боже упаси. То есть это именно смысл не в теле, а в том, что вы подсоединяетесь к информационному полю. Понимаете? То есть тут никакой связи именно нет. И это же не сейчас. То есть к тому, что было. И к тому, что он думал. К тому, что он чувствовал. То есть вы как будто бы, вот можно это так представить. Например, человек писал в дневнике, да? Прям вот в бумажном виде дневники писал про кого-то, в том числе про вас. И как будто вам в руку попал этот дневник. И вы взяли и прочитали, что он думал про вас в той ситуации. Понимаете, в чем дело? То есть вы же не в него пошли, а вы взяли информацию, написанную где-то на каком-то носителе. То есть можно просто по-разному преподнести. Смысл в этом? Да, именно так. То есть не нужно думать, что вы именно в тело человека прям входите, вторгаетесь, биополе его ломаете. Нет. То есть мы именно считываем... Просто по технике идет визуализация вот этого. Я почему и... Да. Просто так легче. Легче представить, как будто вы вошли. На самом деле тут речь в том, что вы подключились к информационному потоку этого человека. И эта информация, она уже записанная и останется на веки веков. Того, что было. Вот, да. Есть в разных интерпретациях информация того, что будет и того, что сейчас происходит. То есть мы всего лишь считываем то, что было. Хорошо, спасибо. Артем, у вас как? Все получается? Все нормально? Какие? Здравствуйте всем. Здравствуйте. Да. Продвигаемся по немногу. Все получается. Но у меня больше, наверное, такая проблема с воспоминанием каких-то ситуаций. Потому что, ну, я уже до этого занимался практиками и многие ситуации прорабатывал. И теперь я когда сижу думал, что считаться взять, у меня как-то что-то осталось одно хорошее. И вот. А так все получается, да. Все получается. Хорошо. Хорошо, здорово. А вы с кем-то работали? То есть вы кого-то вели? Да, с Мокшей, да. Ну, вчера. Ну, в общем, да, работал. И сегодня вот еще буду. Все получилось? Все хорошо? Да, но первый раз с Мокшей как-то мало было отклика внутри. Ну, как-то я понял ситуацию, как ты так прогнал ее, и ситуация была прям очень давно. Может, поэтому это было суховато. А вот вчера я прям прослежился, скажем так, ну, как-то пробило. Поэтому, да, я предполагаю, получилось. На проработку, как правило, да, ну, вот у меня лично не меньше часа уходит. И полчаса вы изучаете все обстоятельства дела. И даже, может быть, это 40 минут. То есть вы подробным образом узнаете, в чем суть ситуации. Кто кого обижал, кто кому что сказал, какие обиды, в каком возрасте это было. То есть как будто вы видите глазами, ну, тонким видением всю вот эту ситуацию. И только буквально 20 минут вы уже прорабатываете механически. То есть поэтому обязательно нужно всю подоплеку ситуацию узнать. Это очень важно. Как, что, с кем, почему, зачем. И только вот чистая проработка, она гораздо меньше времени занимает. То есть вот на это нужно, да, внимание обратить. Это очень важно. Хорошо, благодарю вас. Так и поступим. Ну что, еще есть какие-то вопросы, угрозы, пожелания, замечания? Да, у меня есть. Ну, пожалуйста, давай, Иван. Да-да, пожалуйста, пожалуйста, я подожду. Хорошо, ну, у меня, может, наверное, не совсем не по теме. У меня вопрос с дежавю. Я часто с ним сталкиваюсь и иногда узнаю, что будет дальше. Это вообще нормально? Это здорово. Значит, у вас, возможно, да. Это значит, что у вас… Это мне не совсем по себе. Это очень хорошо на самом деле. Это говорит о том, что у вас есть некие, ну, скажем, способности. На санскрите это называется ситхи, то есть сверхспособности. Вообще дежавю считается… Знаете, есть такие некие развилки в ситуации. Ну, то есть, грубо говоря, вот вы идете по городу, да, и думаете, куда мне пойти? Пойти там в ночной клуб или в церковь пойти, образно говоря. И вот когда вы принимаете правильное решение, которое вас ведет в сторону развития, происходит эффект дежавю. Ну, вот считается вот так вот. Ну, да, я это тоже слышал. Вот. Либо у вас есть именно сверхспособности в том, чтобы считывать информацию того, что будет. Потому что говорится, что то, что будет, будущее, да, откуда все эти прорицатели берут информацию о том, что будет. Потому что есть уже информация о том, что будет. Но она вариативная. И вот другой вопрос, что вы подключаетесь к правильной вариации, то, что действительно сбудется, либо к той, что не сбудется. То есть вы уже можете отслеживать вот то, что я вот это дежавю увидел. В какой момент я это понял, что это сбудется, понимаете? Да, ну, как бы, да, мне, скажем так, мне говорили некоторые люди, что у меня есть какие-то возможности, и просто мне говорят, развивай это. Да. Я когда спрашиваю, как, мне говорят, просто развивай это, да, без каких-то, просто развивай это. Все, ну, спасибо. Ну, развивай это. Вопрос, типа, как это, ну, Наташа, нельзя пойти купить инструкцию в магазине, это необычная вещь. Смотрите, как развивать. Во-первых, люди реально имеют возможность блокировать. Вот когда вы сейчас произнесли фразу «меня это пугает», вот этим вы ставите блок. Например, есть такие люди, которые начинают слышать там потусторонние голоса, да, и они говорят, пожалуйста, я не хочу этого слышать, Господь, береги меня от этого, понимаете? Вот я лично, например, такую установку себе дала. То есть я сказала, я не хочу общаться ни с какими духами, ни с какими умершими, я не хочу видеть никакие привидения, я не хочу слышать никого. То есть мне это не надо, понимаете? А есть люди, которые этим очень интересуются, им, ну, они прям вот хотят вступать в контакт вот со вселенной. И если проявляются какие-то минимальные, вот такие потусторонние, скажем, явления, если вы будете говорить, а ты кто, а что тебе надо, а вступи со мной в связь, а поговори со мной, это все усиливается. То есть ваше намерение, оно дает вам возможность блокировать или развивать. То есть если вы сядете и волей заявления в мироздание скажете, что я хочу углубить свои знания, практику, способности в плане доживю. Я хочу видеть будущее, что будет происходить со мной, с другими людьми. То есть вы даете во вселенское подсознание такое намерение, и оно произойдет. То есть вы, если у вас сейчас это непроизвольно всплывает, то вы сможете по щелчку пальца, понимаете? Вот вы захотели увидеть исход какого-то события, и он у вас прям как картинка будет всплывать. Ну у меня приблизительно как-то так происходит. Ну я, допустим, договорился банально с человеком встречи вечером. И когда это произошло, у меня начинает мелькать в голове как будто события с вечера. И 50 на 50 оно как-то, ну, рядом как-то вот получается. Не прям один в один, но вот картинки как-то, ну, рядом. Понятно. Но вот если вас это будет пугать, и вы это не хотите, то есть вы себе этот канал закрываете. В этом ничего страшного нет. Вот в вашем. Это же здорово, ну, предвидеть какие-то моменты. Вот, я говорю, вот то, что страшно, вот я говорю, это когда нас окружает огромное количество всяких невидимых существ, да? В ведах это сказано, там, пешачьи, всякие дымовые, всякие там эти духи и прочее. То есть вот от этого, ну, с этим лучше не контактировать. А вот то, что у вас... Ну, это у меня тоже есть. Вот вы можете заблокировать. То есть говорится настолько, они рядом с вами, что ведическая традиция даже рекомендует, например, купаться в одежде, понимаете? Чтобы они на тонком плане, когда человек оголенный, они вступают с ним в контакт, понимаете? То есть говорится, что лучше, когда вы купаетесь, повторять мантру защитную. И купаются, например, женщины в ведической традиции, купаются в легкой, скажем, там, накидке, а мужчины в ганче. Это такая, ну, скажем, такой шарф, который они завязывают на уровне поясницы. То есть настолько. И это не я придумала, это вот из глубины веков идет. То есть не просто так. Потому что говорится, что все эти сущности, они вступают в контакт с тонким телом, когда человек без одежды оголен. То есть все имеет свое вот такое вот даже значение. Поэтому вы можете это блокировать, либо это вы можете углублять своим пожеланием. Я понял вас. Спасибо вам большое за информацию. Не есть мясо, не пить, не курить, не смотреть телевизор. Это тоже идет на развитие вот этих ваших способностей. Да, но без мяса пока как-то тяжеловато до этого надо прийти. Как тяжеловато. Вот Алексей Воевода, Брюс Ли, Майк Тайсон, Подубный, Мухаммед Али, они все вегетарианцы. Понимаете? Ну да, я смотрю. Не, ну в чем, если просто тяжело, например, отказываться от мяса, но можно потихонечку это делать. То есть, к примеру, вы съедите свинину-голядину. Есть только, к примеру, курицу. Если съедите курицу, то начать есть такое. Я и так ел только курицу. Я хожу в зал, и куриная грудка моя, все. А у Владимира он будет сдавать, наверное, в природной анаболике, либо в другом мире можете посмотреть. Чтобы набирать мышечную массу, лучше всего питаться однообразной пищей. То есть, например, готовите кичери с машем и рисом, и вот едите его целый день. Мышечная масса растет прямо как на дрожжах, особенно если курицы в зал. Потому что организм так вот чик-чик-чик-чик, вот это вот все берет и быстро растворяет. И это быстро уходит в мышцы. А когда мясо, это же тоже временно. Поэтому, ну да. Артем, вы съедите таблицу незаменимой аминокислоты и количество белка. В бобовых белках незаменимых кислотах в количестве даже больше, чем в куриных грудках. На самом деле. Я ж не спорю, может быть, надо этот вопрос более подробно. Это просто изучить надо. Это просто изучить. Когда говорят, откуда вы будете белок брать, блин, да его даже больше. Например, у нас в России мораторий на ГМО сою. То есть, например, если вы будете соевое мясо есть, то там всех этих незаменимых кислот в два раза больше, понимаете, чем вот куриная грудка. Я вам сейчас прям таблицы перешлю в чат, чтобы вы посмотрели. Хорошо. Четыре минуты у нас осталось. Да, можно у меня еще как раз небольшой вопрос. У меня, ну как на начальном этапе, медитации. Вот не можете подсказать, с чего именно начать? С каких медитаций. И да, вот по поводу еще питания. Ну, как от мяса отказываюсь. И чем вот заменить тоже. Ну, как рацион питания на весь день составить. Если можно. А что вы для этого уже сделали? По поводу питания? Да. Ну, вот как начали проходить ментальную алхимию, вот, я от мяса отказался. Ну, вообще. Да. Вот. Ну, осталось немного рыбы пока. Рыбу, ну, сейчас меньше употребляем. И стараюсь сейчас отказаться от яиц. Вот. Ну, и да, вот. Я просто смотрю, тоже читаю. Мне не совсем понятен. Да, вот про аминокислоты, про замену. То есть, если все исключать, что можно добавить? Ну, чем заменить? Вот понятно. Вот я вас спрашиваю, а что вы для этого уже сделали? Вот вы сейчас задаете вопрос. А вы пробовали ответ найти самостоятельно? Ну, да. Я начинаю, ну, читаю в интернете, то есть, как, что заменить. Но совсем еще у меня в голове не такая структура не появилась конкретного. Ну, смотрите, вы просто едите же творог, сыр, сметану, молоко. Едите? Ну, да. Да. Вот это белки животного происходят. Если вы, если вы едите, например, горох, бобовые, все любые, да, пшеницу, то это белки растительного происходят, которых абсолютно все имеется. Абсолютно все. Таблицу я вам сбросила. В чате, да? Хорошо, спасибо. Вы просто сравнивайте по количеству, вот, например, кого-то беспокоит количество железа. Вы заходите в Яндекс и набираете железо в разных продуктах и смотрите. Ну, это, да, 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 содержание. В гречке железо столько же, сколько в мясе, а в каких-то продуктах даже может быть больше. Просто, смотрите, количество кальция, количество того, количество сего, то есть, это все, ну, элементарно делается. А по медитации можно с чего начать? А по медитации вы, ну, во-первых, нужно понять, какая именно медитация. Медитация на что? На спокойствие, на здоровье, там, самая сильная мантра сейчас, которая в мире существует, это Харь Кришна мантра. То есть, она универсальная, она на все действует. Вот можете прям садиться и ее повторять на четках или просто. Ну, на четках я, да, слышал, мне надо теперь. Это 108 бусин надо, да? Да, 108 бусин. Можете, если вы там к православию себя относите, повторять, значит, Иисусова молитву. Если там люди с мусульманской традицией, они там 99 имен Аллаха повторяют. То есть, любая молитва – это высокие вибрации. Насчет вот этого, ну, я вообще христианин, ну, как крещеный, да? Ну, если Бог один, то неважно же, в какой именно вере, либо ведической. Вот если переходить, это как-то, ну, это больше как убеждение в голове, чем… Если ты христианин и переходишь на веды, это же как в одну дверь вышел, а в другую зашел. Ну, а Бог един. Нет, а я бы не так сказала. Я бы сказала, что это углубление. Потому что христианство появилось 2000 лет назад. Ну, да, да, да. Христианские знания гораздо старше. И я это рассматриваю как знания для, скажем, второклассников и десятого класса. Понимаете?